Искусственный водоем в районе села Старолетово был создан порядка 20 лет назад с целью орошения близлежащих полей. На сегодняшний день озеро утратило свою изначальную функцию. Сейчас это чудесный водоем с несколькими центнерами рыбы, которые облюбовали животные, птицы и, конечно же, люди. Однако будущее этого искусственного озера под вопросом. Три месяца назад началось обмеление водоема. С каждым днем воды в нем становится все меньше. Где-то три месяца назад двое наших местных жителей решили поживиться и решили забрать отсюда, срезать задвижку на трубе, которая связана с этим водохранилищем. И когда они срезали, то оттуда ударил фонтан. Буквально за несколько дней озеро водохранилище на одну треть обмелело. И теперь оно постепенно теряет воду. Владимир Васильев, местный житель, узнав о случившемся, ожидал каких-то действий со стороны властей. Поняв, что никто ничего делать не намерен, он взял инициативу в свои руки. Обратился к голове Рыбновского района, который организовал выезд на место водолазов. Те дважды пытались закрыть вход в трубу специальным пластырем, но, к сожалению, ничего не получилось. Дважды Владимир Васильев обращался в правительство Рязанской области. Дважды сюда приезжали комиссии. Меры были приняты и работы проводились. Однако проблему устранить не удалось. Вода продолжает убывать. Суть заключается в том, чтобы эту аварию устранить и сохранить это озеро. А озеро, вернее, этот водоем искусственный, он представляет на сегодняшний день уже определенный экологический дизайн этой местности. Он просто вписался в эту местность. Если эту воду спустить, как предлагают, и потом закрыть, то потом уже никто это водохранилище не заполнит. Потому что, чтобы его заполнить, нужно опять средства. Даже устранение вот этой аварии упирается в деньги, в средства. Потому что, как говорит начальник вот этой организации, под управлением которого находится это озеро, чтобы устранить это, нужны деньги, средства. Нужно нанимать и платить людям деньги. Проблемы вокруг этого озера появились уже давно. То плиты вывезут, которыми выложена дамба со стороны водоема, то деревья вырубят. Но все это по сравнению с тем, что происходит сегодня, ничто. Местные жители бьют тревогу и просят помочь. Конечно, для съемок этого сюжета мы выбрали не самый лучший день, не самую лучшую погоду. Заносит нас беспощадно. Однако озеро ждать не может. Каждый день оно теряет большое количество воды и в итоге может просто исчезнуть с лица земли. Надеемся, что после нашего сюжета на эту ситуацию обратят внимание и проблема, наконец, будет решена. Кстати, реакция последовала тут же. К озеру на место съемок приехал глава администрации муниципального образования Чурилковское сельское поселение Михаил Букин. Он заверил нас, что в ближайшее время ситуация должна разрешиться. Завтра, наверное, там обговорим, берем, потому что здесь, которые у нас на месте есть, экскаваторы, у них стрела маловато для того, чтобы продолжить работу. Берем в воинской части, договорились, наверное, скорее всего на четверг, если как все сложится, погода позволит, в четверг будем пробовать, откопаем эту задвижку полностью и будем пробовать совместно с Министерством Минводхоз, по-моему, потому что у них на балансе стоит. Будем пробовать что-то с этой задвижкой сделать. Михаил Букин дал нам понять, что этим вопросом на сегодняшний день занимаются вплотную, и озеро будет спасено. Так или иначе, мы будем следить за ситуацией и поддерживать связь с местными жителями. Надеемся, что ситуация разрешится в ближайшее время. Ирина Ковалева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».